МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомели. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы уделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! В памяти жертв сожженных деревень в Светлогорском районе началось создание мемориального комплекса. КОВИД-19, мир на карантине, на что можно повлиять и как не податься пандемии страха? Интервью психолога Евгении Башкинцевой. Получить пользу и удовольствие или штраф? Березовый сок не просто подарок природы, важны правила сбора. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Долг поколений. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали о том, что на Гомельщине полным ходом идет возведение по-настоящему народного мемориального комплекса. Речь о деревне Алла Светлогорского района. Здесь 14 января 1944 года оккупанты уничтожили 1758 мирных граждан. Из них 950 дети. Мои коллеги более детально вникли в историю этого местечка, а заодно узнали, на какой стадии возведение мемориала в Алле. Его открытие, к слову, состоится накануне Дня Победы. Проект мемориального комплекса в деревне Алла разработан в институте Гомель-Граждан-проект. От первых эскизов до окончательного варианта прошло почти два года. За это время были подготовлены пять вариантов. Нужно было решить в одном стиле и въездную зону, и мемориальную зону, и включить в мемориальную зону существующее братское захоронение, так, чтобы это было органично и не выбивалось из общего решения. Заказ на изготовление и монтаж элементов композиции получил Гомельский домостроительный комбинат. Соответствующие работы на предприятии начали в марте. После получения документов от архитекторов их адаптировали под технические возможности предприятия. Значительных корректив при этом не вносили. После получения проектной документации около трех суток уходит на изготовление арматурного блока, изготовление опалубки, доработки рабочих чертежей под возможности линии и, соответственно, постановки на производство и выпуск уже готового изделия с отгрузкой на строительный объект. В Светлогорском районе об этой трагедии помнили всегда. Историю в деталях до мелочей изучили в местном историко-краеведческом музее. После освобождения этой территории специальная комиссия подсчитала потери среди мирных жителей. 3 271 человек. Сегодня эта цифра значительно выше. 7 223 расстрелянных и сожженных. Эта тема, конечно, очень тяжелая. Поэтому, конечно, для детей мы стараемся в подробности не вдаваться, более так поверхностно рассказать на уровне того, что может воспринять ребенок. А для взрослых, конечно, мы рассказываем обо всех событиях, которые проходили у нас на Светлогорщине во время Великой Отечественной войны. То есть этот стенд посвящен политике нацистов по отношению к мирному населению. 14 января 1944 года в Алле погибли 1758 человек. 950 детей, 508 женщин, 200 сельчан преклонного возраста и 100 мужчин. Зимой 43-44 эта территория оказалась в прифронтовой полосе. В связи с тем, что Алла находилась в глухой местности, сюда пришли беженцы из 11 деревень современных Светлогорского и Жлобинского районов. В декабре 43-го кто-то убил двух оккупантов, около расположенного на окраине моста. Его остатки сохранились до нашего времени. Около трех недель жители прятались в лесу, боялись, что сожгут. Утром 14 января вернулись в дома. Через несколько часов сюда пришли каратели. Несколько человек смогли спастись, хотя рассказывали о том дне неохотно. Настолько трудно было даже спустя десятилетия вспоминать о пережитом. Среди этих людей еще был и мамин двоюродный брат Создудич, Селивончик Николай. Как получилось, что тоже он бежал, он был самый маленький. И немец насквала его овчарку, догоняет овчарка его раз с лапами, он падает на снег, подхватывается. И так несколько раз. Он только смог спасти, потому что немец пожалел не его, а пожалел свою овчарку. Анастасия Курлович, увидя, что смерть неизбежна, сама попросилась быть сожженной в своей горящей хате. И хохочущий офицер немецкий, и солдаты разрешили милостиво ей сгореть в этой хате. И она шла, как наш охот своей судьбы в эту хату, а ее сопровождал фашист, поливая ее бензином. Светлогорский краевед и поэт Изяслав Котлеров идею строительства мемориала в деревне Алла озвучил одним из первых. Он же внес и первые средства на реализацию проекта. Кроме того, по его инициативе в прошлом году в районе провели тематический пленэр с участием белорусских скульпторов, членов Союза художников. Из многотонных камней они сделали 10 композиций для будущего мемориала с символическими названиями. Плач, молитва, память о последнем дне, сожженное сердце Аллы. Сейчас композиция находится на территории санатория «Серебряные ключи», в котором отдыхают жители Беларуси, России, Украины и стран Балтии. Сейчас это временное пристанище этих скульптурных композиций. Конечно же, является гордостью санатория, и люди, отдыхающие санатории, интересуются, что это, расскажите. Планируется, что открытие Народного мемориала в Оле состоится накануне 75-й годовщины Победы. Сегодня здесь идут строительные работы. В деревне постоянно находятся около 40 специалистов Гомельского домостроительного комбината. Однако с увеличением объемов работ их штат расширят. Кроме того, в ближайшие дни сюда выйдет бригада отделочников. Основные работы ведутся на так называемой главной улице, которая выходит на братскую могилу. Именно здесь похоронены 1758 мирных жителей, а также 1020 погибших при освобождении района красноармейцев и партизан. 1020 воинов и 1758 мирных жителей – это ли не самое трагическое место в нашей республике? Наверное, все-таки здесь. Нам хочется, чтобы это место было обозначено краснолистыми, дикорастущими яблонями. Вы только вдумайтесь, как судьба могла распорядиться. Есть сорт этих яблонь, которые называются Аллах. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Геннадий Соловей провел в Хониках прямую телефонную линию и прием граждан. Причем люди не только озвучивали собственные проблемы, но и выражали коллективные просьбы. Многие вопросы решаются оперативно. По поручению председателя областполкома на место выезжают специалисты, которые уточняют все нюансы. Более сложными являются проблемы, которые требуют значительных финансовых вложений. В частности, речь идет о просьбе горожан о строительстве в Хониках бассейна. Возможным источником необходимых средств может стать государственная чернобыльская программа. Сейчас в ее рамках в Хониках ведется капитальный ремонт хирургического корпуса Центральной районной больницы. Что касается бассейна, то он может быть внесен в новую программу, реализация которой начнется в следующем году. Председатель область полкома согласен, этот объект здесь действительно нужен. Но построить его быстро невозможно. Новый объект может появиться в райцентре в ближайшие годы. В Беларуси продолжается сев ранних яровых культур. В Гомельской области в поля выведена почти вся техника. Половина плана уже выполнена аграрией, в первую очередь нацелены на сохранение влаги в почве. В Лоевском районе работа идет в тандеме с мелиораторами. С помощью специальных земляных перемычек планируется повысить уровень грунтовых вод и таким образом обеспечить посевом комфортные условия. А чтобы цель была достигнута не только эффективно, но и быстро, часть хозяйства ввела систему поощрения механизаторов за перевыполнение плана. При благоприятствующих погодных условиях сев ранних яровых в регионе планируют завершить в ближайшую неделю. День памяти и скорби. 76 лет назад почти 33,5 тысячи человек были освобождены из азарических лагерей смерти. Еще около 17 тысяч этого не дождались, были убиты или умерли от болезней, холода и голода. Лагеря создали в начале марта 44-го в бывшем Домановичском районе. Сюда принудительно согнали из более чем 200 белорусских деревень около 50 тысяч женщин, стариков и детей. Среди них гитлеровцы разместили больных ТИФом, чтобы эпидемия быстрее распространялась среди мирного населения и в рядах 65-й армии, которая наступала на Полесье. 19 марта советские войска освободили узников азарических лагерей. Во время митинга, посвященного памятной дате, состоялась церемония передачи останков советского летчика Павла Ярошенко на его малую родину – Усть-Лабинский район Краснодарского края. Для этого в Калинковичи приехала делегация из России. Останки летчика были найдены в октябре прошлого года в районе Азаричи. Местный житель показал поисковому отряду место, где разбился советский самолет. Не поддаваться панике и соблюдать меры профилактики. Особенно это касается людей пожилого возраста, которые в наибольшей степени склонны к осложнениям при заражении коронавирусом. Пожилым людям рекомендуется ограничить встречи с детьми и внуками. Желательно проводить время дома, избегать поездок в общественном транспорте, посещения магазинов и поликлиник. В случае недомогания немедленно вызвать врача на дом. Если возникнет острая необходимость посещения общественных мест, обязательно носить защитные маски, мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. В магазинах, торговых центрах и объектах общественного питания региона усилили проведение дезинфекционных мероприятий. Рекомендации разработаны органами санитарного надзора. Специалисты клининговых служб чаще обычного проводят обработку спецсредствами поверхностей, которым прикасаются покупатели. По многих торговых точках появились дозаторы с обеззараживающими жидкостями для рук. Особое внимание уделяется состоянию здоровья персонала. Мониторинг проводится ежедневно перед началом работы. Кроме того, товары, которые раньше покупатель мог выбирать самостоятельно, теперь реализуются в фасованном виде. Кстати, с понедельника по пятницу в Гомеле работают горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции. Свонить можно в Главное управление здравоохранения областполкома по номеру 503204. Также свои вопросы по телефону можно задать специалистам областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Номер для связи 75 70 56. Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире, а на уходящей неделе выразила солидарность в отношении мер, предпринимаемых в Беларуси для борьбы с COVID-19. Понятно, серьезно и в раз повлиять на распространение коронавируса сейчас не в силах ни одно государство. И все-таки немало зависит от каждого из нас. Я о мерах предосторожности и личной гигиене, а еще о нашем психологическом равновесии. Как, несмотря ни на что, трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике? О пандемии страха и ее последствиях – наше большое интервью с психологом Евгенией Башкинцевой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это попытка найти контроль над ситуацией или, как говорят ваши коллеги, работа с проблемой через действия, пусть даже неосознанно? Да, в том-то и дело, что это те действия, которыми человек пытается вложить в себя контроль за собственным эмоциональным состоянием. Потому что если вообще ничего не делать и ждать, какие новости придут через СМИ или через Вестник Министерства здравоохранения, то становится вообще непереносимо. Вот в неподвижности ожидания стрессовая нагрузка, она как бы разрастается, она становится над человеком, вокруг него. Она окружает его со всех сторон, как монстры. И сделать нужно хоть что-нибудь. И идея того, что я сделаю небольшой запас, становится таким якорем. Вот у меня хоть что-то есть. У меня нет знания, у меня нет ясности понимания ситуации. Но у меня стоит пару бутылок с подсолнечным маслом или несколько пакетиков с сахаром. И это становится для человека таким спасительным кружочком. Конечно, выплате он не дает, но переключиться человек со своей основной стрессовой нагрузки на какое-то действие уже может. Утренний сториз в Инстаграм подарил достаточно занимательный тезис. «Откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же ведь политологи были». Вот в связи с этим каждый, конечно, старается дать совет. И все-таки как найти авторитетное мнение в обилии информации? Медицинские специалисты уже определили, какого вида материалы стоит предлагать и стоит самим читать. Во-первых, это должны быть материалы достоверные, освещенные очень достоверными специалистами. Тот же Минздрав. Но если человек говорит «я вирусолог из Рязани» или «я вирусолог из Чечерска», то здесь нужно очень напрячься. А хочется ведь вау-эффекта, тогда и удивляться не стоит, почему на гречку потянуло. Да, конечно. Если материал начинается с фраз «я не могу молчать, я должен сказать людям правду», здесь точно правды не будет. Я сегодня утром услышала замечательную такую точку зрения человека, который тоже мнил себя, пусть не вирусологам, но специалистам по передаче информации. И речь шла о тех миллионах погибших в каких-то там странах мира. Я думаю, что Всемирная организация здравоохранения вздрогнула бы судорожно от этих версий. Сейчас не только много вирусологов, в кавычках. Долгое состояние тревожности. Чем опасно для человека? Два опасных следа. Долгая тревожность – это долгий стресс. Длительный стресс создает травмирующее влияние на психику человека, на его поведение, на его здоровье. И на иммунитет в том числе? На иммунитет в том числе. А второй след – с точностью до наоборот. Это человек станет бесчувственным. Он перестанет бояться, и он станет безалаберным, он станет безответственным. И таким образом он тоже рискует. То есть длительный стресс – это большой риск. Его следует каким-то образом снижать, уменьшать его влияние. Есть люди, которые легко решают стрессовую ситуацию и выходят из нее легче, если они окружают себя упорядоченностью, порядком. Кто-то наводит порядок в прямом смысле слова «дома», с тряпкой, с метелкой, с пылесосом. Кто-то наводит порядок в каких-то скопленных тоже материалах, пересматривает кладовочку, пересматривает свои аудиозаписи, переводит в порядок фотографии. В общем, на самом деле это тоже один из замечательных способов решения борьбы, вопроса борьбы с тревожностью во время вот такой неопределенной глобальной ситуации. От порядка в доме к порядку в голове. Как советуют эксперты успешно, минимально затратно для организма перестроиться самому? И ведь планы перестроить, возможно, многим придется. А вы знаете, на самом деле не все так страшно для наших соотечественников. Потому что то, от чего содрогнулась Европа, от привычек жить вне дома, от привычек быстро перемещаться, много впечатляться. В общем-то наши сограждане не так зависимы. И пересмотреть планы на лето или пересмотреть планы на отпуск, это не бог весть какие траты, не бог весть какие потери. Наш образ жизни не так открыт, как в Европе. И приказ сидеть дома не так страшен на самом деле. У каждого человека всегда найдется, чем заняться дома. А ведь действительно, все эпидемии, с которыми сталкивалось человечество, доходили до своего пика и шли на спад. Как психологи советуют потратить вот это время в паузе? Возможно, мы еще недооцениваем ценность этого периода. На тех же полях интернета заходила старая-старая информация о крысах, которые переживали стрессовые нагрузки двумя контрольными группами. Одна группа ничего не имела для переживания стресса, а у других крыс были палочки, которые крысы грызли. Так вот, крысы, которые грызли палочки, хотя это бессмысленное, в общем-то, в принципе, занятие, стрессовые нагрузки переживали очень легко. То есть давайте мы с вами тоже начнем условно грызть палочки. То есть занимать себя ритмичной, полезной, результативной деятельностью, не обязательно с такими набегами на продуктовые и непродуктовые магазины, с теми действиями, которые для нас приятны внутри нашего дома. Опять же таки, это даже общение с детьми, на которых вечно не хватает времени. И еще одна рекомендация психологов – это пересмотреть свой домашний тайм-менеджмент. У каждого из нас есть дела, до которых никак не доходили руки. Вот, наверное, эта пауза – есть время для того, чтобы пододелывать эти дела. И выйти из этого тяжелого периода для всей планеты на Земле с порядком в голове, с порядком в сердце, с порядком в доме. Все проходит, и это пройдет, сказано не нами, но действительно очень уместно и в этой ситуации. Спасибо большое за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. До встречи. Раньше обычного лесхозы Гомельщины заготавливают березовый сок. За сезон планируется собрать около полутора тысяч тонн целебного напитка. Из них около трехсот тонн реализуют населению. Обычно сбор сока начинается в конце марта – начале апреля. Однако нынешняя зима сдвинула привычные графики. Вероника Гомзюкова узнала, как правильно заготавливать сок и где его приобрести. В этом году март – настоящий соковик. Березовый сок пошел на две недели раньше обычного. И сегодня мы научимся его правильно заготавливать. Александр, вообще расскажите, какие березы подходят для заготовки сока? Вот, например, вот это подойдет? Ну, для сока выбираются деревья как минимум диаметром в 20 сантиметров на уровне груди. Здесь можем проверить, это будет меньше, в районе 16. Также дерево должно быть здоровым. А здесь мы, как видим, развита какая-то гниль. Значит, оно уже по-любому, по двум причинам не подходит. Выбирается дерево с хорошо развитой кроной, вот. А оно еще малое и уже совершенно сухостой. С него сока совершенно не будет. Хорошо, тогда пойдем дальше искать березу. А вот это? Вот это будет гораздо лучше. Ну вот, березу мы нашли, тогда идем дальше. Диаметр этой березы 22 подходит под наш стандарт. Как минимум 20 должно быть. Поэтому берем топорик. Подрумянить обязательно нужно от корневой шейки на высоте как минимум 30-50 сантиметров. Вот, у нас опять же все по правилам. Что делаем дальше? Дальше берем ручную дрель, прислоняем. Прислоняем ее слегка под углом к дереву, чтобы был стек с самого отверстия. И начинаем пробуравливать. Отверстие в дереве должно быть как минимум 2-3 сантиметра без учета коры. Ну вот. Ох ты смотри, вот уже капает. Вот, и уже можем наблюдать, как начинал, побежал сок. Нам осталось лишь подбить клинок. При помощи топора, которыми подрумянивали. Берем чуть ниже. И опять же слегка под углом подбиваем. Вот. Как видно уже сокодвижение, поскольку началось, сок пошел капать. Капает активно. Нам осталось лишь последний штрих, это повесить мешок. Кстати, я знаю, вот читала недавно, что каждая береза имеет свою сладость сока. Ну вот, собственно говоря, мы все уже пункты прошли. Осталось только дождаться, как говорится, следующего дня и собрать наш урожай. Не реже раза в сутки должен он сниматься, потому что со временем он начинает забраживать. Александр, а где и как вообще можно купить сок? И что для этого нужно? Ну, для этого нужно в первую очередь взять с собой деньги и обратиться в ближайшее лесничество. Там направят либо в лес, либо можно на самом лесничестве купить. Цены от этого отличаются. Заготавливать самим людям я не рекомендую, потому что много нюансов, как видите, и крона, и здоровое дерево, и диаметр. Поэтому лучше всего обратиться в лесничество, там подскажут, расскажут. Заготовка березового сока продлится еще минимум две недели. За это время лесхозы с легко и обеспечат свежим напитком как население, так и предприятие. Вероника Гомзикова, Павел Антонов, Новости недели. Осенью на национальном телевидении выйдет в эфир известное шоу «Х-фактор». Это один из самых успешных телепроектов по поиску вокальных талантов, который проходит в 56 странах. Белтеля радиокомпании уже проводят кастинги по всей стране. На них приглашают музыкальные коллективы, молодых артистов и просто любителей. В Гродно, к примеру, попытались счастья около 200 вокалистов. У жителей Гомельской области также будет шанс попасть на большую сцену и прославиться. Все желающие в возрасте от 16 лет могут показать свои способности 26 и 27 марта в Гомельском областном общественно-культурном центре. Про другие культурные события нашего региона расскажет Анна Корольчук. Цветочный натюрморт, как отдельный жанр живописи, появился в середине 17 века. Букеты в керамических вазах украшали интерьеры и нередко становились объектом внимания художника. Со временем менялись стили и техники исполнения. Однако цветочный мотив продолжал оставаться популярным. Вспомнить хотя бы подсолнухи Ван Гога или розы Ренуара. Именно в жанре «Цветочный натюрморт» работает и гомельский художник Олег Курашов. Его выставка открылась во Дворце Румянцевых и Паскевичей. На ней представлено 30 живописных полотен, главные герои которых – цветы. Хрупкие подснежники и нарциссы, яркие георгины, подсолнухи, роскошные розы и хризантемы. В своих работах автор использует всю палитру красок. Олег Курашов вырос в семье художников. С 2014 года он начал активно участвовать в художественных проектах. Среди них городские, областные и республиканские экспозиции, персональные выставки в Орше и Светлогорске, международный пленэр в Заславле и многое другое. Фотодокументальная выставка «Украина во Второй мировой войне» открылась в кинотеатре имени Калинина в Гомеле. Она проходит под эгидой посольства Украины и Гомельского облсполкома. 45 планшетов содержат фотографии и документы, которые рассказывают о подвигах народа и потерях, которые понесла Украина во время войны. Было уничтожено более 700 городов и 28 тысяч сел. Разрушено свыше 16 тысяч предприятий и 18 тысяч медицинских учреждений. Более 10 миллионов жителей остались без домов или жили в разрушенных зданиях. Каждый второй украинский воин не вернулся домой. Погибло 5,5 миллионов мирных граждан. В экспозиции также фотографии героев войны. До этого выставка побывала в Минске, Бресте и Витебске. Симфо-сакс. В Колледже искусств имени Соколовского прошел концерт Гомельского симфонического оркестра под руководством дирижеров Мурада Асуила и Владимира Милютина. Солистом программы выступил Виталий Емутеев, который играет на всех разновидностях саксофона. Артист в течение долгих лет входил в состав лучшего отечественного джазового коллектива «Эппл Ти» и является автором оригинальных сочинений и аранжировок мировых джазовых композиций. Программа «Симфо-сакс» – это сочетание разнообразных стилевых направлений от классической до популярной джазовой музыки. Большой транзит. Станция «Туровский лук». В Беларуси появился первый полнометражный документальный фильм о национальной природе, подготовленный к показу в кинотеатрах. Он наполнен уникальными кадрами птиц, которых операторы ждали часами. Съемки велись с ранней весны до поздней осени на заливном луге Припяти. Именно там во время миграции останавливаются сотни тысяч куликов и уток, чтобы отдохнуть от долгого перелета и продолжить путь на север. Более десяти лет общественная организация «Ахова птушек Батьковшины» арендует луг и прилагает все усилия, чтобы его сохранить. Автор фильма – Анжелика Новикова. Консультантом выступил директор Туровской станции кольцевания Павел Пенчук. Обзор для вас готовили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. Увидимся через неделю. И помните, основы любой культуры прежде всего в самом человеке. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова